В ночь на воскресенье в Лондоне состоится турнир UFC, главным событием которого станет бой Фабрисио Вердума и Александра Волкова. Волков дебютировал в UFC в 2016 году и одержал три яркие победы над Тимоти Джонсоном, Роем Нельсоном и Штефаном Штруве. Победу над последним он одержал техническим нокаутом. Вердум в UFC уже давно, и в России он известен тем, что нанес первое за 10 лет поражение Федору Емельяненко. Этот момент будет принципиален болельщикам, но не Волкову. Для болельщиков безусловно для многих, но сам Александр отказывался на эту тему, он говорит, что никакой речи о миссии идти не может, это в общем спорт. И, ну, что было, то было, но болельщиков для Александра своя карьера, и для него, конечно же, безусловно важнейший бой в жизни. Я не думаю, что он будет думать там перед боем или во время о том, как бы отомстить для Федора. А для болельщиков это совершенно точно. Никто не забыл, ничто не забыто. Да, так что, в общем, тем больше будет причин болеть за Александра. Изучая статистику бойцов, бросается в глаза большая разница в возрасте, но она обманчива. И Вердум не стал слабее за последние годы. Едва ли Волкову стоит рассчитывать на преимущество в выносливости. Главное оружие Александра – стойка и бой на дистанции. Вердум – это профессиональный джитсер, который в последние годы переквалифицировался в ударника. Большинство своих побед он добыл сдачей соперников и ни разу не попался на болевой прием сам. И вот возникает вопрос, а что, если Вердум переведет Волкова в портер? В общем, у мастеров бразильского джиу-джитсу переводы в борьбу не настолько отработаны, как, например, у выходцев из таких бросковых видов спорта, как самбо, джидо или вольная борьба. И в этом отношении Александру Волкову, который очень сильно прогрессирует в последнее время с точки зрения защиты от тейкдаунов, защиты от борьбы, потому что он базовый ударник, и он привык к тому, что на протяжении всей карьеры с ним хотят бороться, хотят как раз его затаскивать в борьбе. Мне кажется, что проблем возникнуть в принципе не должно, потому что здесь задача именно не попасться, как помните, в свое время попался Федор. Волков понимает всю опасность своего соперника и трезво оценивает ситуацию. После боя Федора Немеляника он еще стал чемпионом UFC через какое-то время и очень сильно вырос после этого. У него был очень усиленный подъем. И мы знаем, что последние несколько боев он тоже выиграл. И он третий номер в мире. Как вообще можно рассуждать по тому, насколько он сильный боец? Конечно, он сильный. Букмекеры считают фаворитом Вердума. Коэффициент на его победу составляет 1.53. Победа Волкова оценивается коэффициентом 2.70. Едва ли в этом поединке мы дождемся нокаута. А самым вероятным исходом встречи видится победа Волкова судейским решением по итогам пяти раундов, который откроет россиянину путь к чемпионскому бою.